До конца июня каждый район Запорожья будут охранять военнослужащие. Их списки уже формируют в облвоенкомате. Успокаивают это для профилактики. В то же время продолжается мобилизация в другие регионы страны. Очередная военная сотня отправилась 5 июня в Кировоградскую область. Что там ждет запорожцев и сколько еще жителей области в ближайшее время покинут родные дома, узнавала Екатерина Цыганова. С апреля для защиты Украины было мобилизовано 3000 жителей Запорожской области. Более 1000 из них сейчас служат в мятежных регионах – Донецком и Луганском. По информации военкомата, раненых и убитых среди запорожских военнослужащих нет. Из других регионов страны погибло более полусотни человек. Потери со стороны противника в разы больше. Сейчас Минобороны формируют батальоны в Кировоградской области, которые разъедутся по разным уголкам Украины. В Кировоград 5 и 6 июня уедут и 200 запорожцев. Перед отъездом получают первый приказ – вернуться домой живыми и здоровыми. Я им сказал, что когда приеду там, до этой бригады, сразу перезвонить домой, что все хорошо. Первым делом позвонит домой и Александр. Его возвращение ждут родители и девушка. Считает себя добровольцем, потому что говорит, как только получил повестку, сразу отправился в военкомат. Прятаться, как многие его знакомые утверждают, даже не думал. Хочет родину защищать. Надеяться на хорошее в военкомате советуют и близким ребят. Говорят, сюда постоянно приходят матери и жены. Их успокаивают. Тех, кому придется нести службу на блокпостах или на других опасных объектах. Непременно обеспечат бронежилетами. Сейчас в Збройных селях улучшилось логистическое обеспечение. И идет полным потоком обеспечения военнослужащих, задеянных операций, бронежилетами. Улучшится их, соответственно, обеспечение как еду, так и речевое обеспечение. Несколько недель эти парни будут проходить обучение, после чего отправятся выполнять задания, которые для них определит Минобороны. Вторая очередь мобилизации закончится 20 июня, а до конца месяца обувь военкомат сформирует отряды защиты города Запорожья и отправит их во все районы.